Любители природы грибнички, всем огромный привет! Рад приветствовать вас на канале Грибомания. Опять, не то чтобы из леса, сегодня мы в посадке, в лесополосе. Не получилось сегодня добраться, не запланировалась поездка в лес, будем так говорить. Дома не сидится, поэтому все равно выбрались. Выбрались в то место, где нашел я первую фламмулину свою в прошлом году. Посмотреть, что тут вообще может быть. Планов особо, ну как вешенка, фламмулина, как обычно, может быть что-то еще. Сегодня у нас 29 октября 2021 года, и мы в Одесской области, Авидеопольский район. Это совсем недалеко, 30 километров от Одессы. Гуляем, ходим, ищем, обязательно вам покажем все, что найдем. Ну, вы подписывайтесь, ставьте лайк, если понравится видео, ну и комментируйте. Хочу слышать от вас реакцию, что у вас растет, такая же сушь, как у нас или нет. Или, может быть, дождики. Ну, в общем, вперед. Странное дело, везде, где мы были, вешенки, ну, или еще нету, или совсем мало. А вот пришел на место свое, одно из любимых. Тут вот напиленные бруски, это, как сказать, бревна, поленья, тополя серебристого. Причем лежат тут уже не первый год, то есть, ничейные, на самой окраине леса. И вот такие вешеночки, смотрите, вот чешуйчатка, разрушающая рядом с ними. Вот. Они не очень правильной формы, я смотрю, наверное, все-таки засуха сказывается. Вот. Вот еще вешенка, это совсем уже, ну, обветренная, я бы так сказал. Я не могу сказать, что у нас старая. Ну, не знаю, получится ли что-то взять. И вот ниже там еще. Вот. Прямо из-под коры одно плодовое тело лезет. Так. Ну, в общем, ее тут очень много, но в основном вот вся старая. Вот лопухи, опять же, чешуйчатка разрушающая. Упс. Не очень удобно здесь ходить. Вот это все вешенки. И вон они. И вот, уже старенький. Самая молодая. Сейчас попробую туда как-то переступить. Вот. Хорошая. А ну, сейчас обойду чуть-чуть. Посмотрим, как она по состоянию. Попробуем сорвать, либо срезать. Ну, конечно, не все тут уже получится взять. Думал, что рано еду. Нет, оказывается, поздно. А ну-ка. Не знаю, как одной рукой тут у меня что-то получится. Ну, это очень хорошее. Вот такие вот вешеночки. Вешеночки. Супер. Ну, сейчас что-то наберем. Что-то выберем. Вот гриб рейши. Трутовик лакированный я часто довольно нахожу. Есть у нас леса, в которых он любит расти. А вот этот трутовичок, это его родственник. Который мне встречается всего лишь второй раз. Не так он распространен у нас в Одесской области. Вот это трутовик плоский. Тоже ганадерма. К сожалению, не помню по-латыни, как дальше название. Тот, который гриб художника. Насколько я знаю, сейчас прям... Наверное, не отломаю его. Я заберу его. Пару штучек мне. Хочу попробовать. Целое направление по рисованию на нем. Такие интересные картины рисуют прям тонкими линиями. Вот он такой белый снизу. И сверхтонкие линии получаются, в отличие от других трутовиков, на которых тоже, в принципе, рисовать можно. Но тут вот можно по-другому. Я совсем не художник, поэтому... Ну, видите, какие четкие. Вот напишу ему, что это гриб. Чтобы не забыл, кто он. Жалко, что рисовать не умею. Вот он тоже имеет какие-то целебные качества, свойства. Практически такие же, как у Рейши. Может быть, чуть-чуть менее насыщенными этими веществами всеми. Ладно, порисовали. Пошли дальше. А вот очень большой засохший ясень. Я вот узнал его. Я с него, ну, прилично так фламулины срезал в прошлом году. Вернее, это этот год был. В январе этого года. В феврале этого или в январе. Ну, я посмотрю. Точно не помню. Скину ссылочку. Она и внизу была у корней. И выше. И самый высокий куст был. Ну, метров, наверное, 10. Вот аж после той развилки. Я его не смог достать. Обошел. Ничего нету. Хотел уже отходить. А все-таки вот увидел. Смотрите. Вот она. Вот, видите, зарождается. И корочка, как говорят. Вот. Плохо видно. Очень маленькая такая. 2 миллиметра, полтора до трех. Вот этот, может быть, с полсантиметра самый большой грибочек. Да, это тот-таки дерево. Будет фламмулина. Но здесь, наверное, чуть-чуть позже. В основном. Ну, сейчас дальше пройдемся. Может, где-то будет что-то. Топаем. А этого я в прошлый раз здесь, кстати, не видел и не ожидал. И сейчас. Вот это поваленный ясень, кстати. Он большой достаточно. Не знаю, упал, наверное, в прошлом году. Ну, в общем, не суть. И вот рейшики. Смотрите, какие красивые. Они уже... Ой, веточек много. Не очень молодые. Ну, то есть, уже конец сезона. Я гляну вот так аккуратно из-под низу. Ну, вряд ли их можно взять. Но они тут такие прям лакированные. Видно, их дождем помыло. И много их тут. Ну, наверное, с десяток. Вот с той стороны ствола еще. Вот старенький совсем. Вон. Там дальше еще один виднеется. Интересно. Трутовик лакированный. Или рейши. Родственник вот того плоского, который я сегодня вам показывал. Гриб художника. Ну, вот этот класс. Неожиданно, красиво. Не для корзинки, но для красоты. Ладно, посмотрим, что дальше. Вот какая неожиданность, смотрите. Совсем мы не ждали рядовок сегодня. Они нам попались. Вот, смотрите, какие молоденькие. Тут есть совсем маленькие. Мы их, конечно, брать не будем. О, шедевр. Какая красота, смотрите. Рядовка лилово-ногая. Или синяя ножичка. И ее тут, вы посмотрите, вот еще три. Вот. А вот это я и не видел. Короче, еще три. Тут я уже, походу... А, нет, вот еще одна. Вот они. То есть, короче, это уже 10, по-моему. И вот две. А вот с чего началось. Вот это мы тут раздавили одну. Блин, боюсь опять наступить. Вот сорванная уже нами. Вот. Короче, в общей сложности больше 20 штучек. И все они такие красивенькие. Вот, смотрите. Рядовка лилово-ногая или синяя ножичка. Ладно, сейчас соберу, скажу, сколько получилось в конце концов потом. Ну, все. Режем, рвем. Да, друзья, грибница синяя ножичка, конечно, богатая получилась. Вот, смотрите, пол ведра. Не знаю, сколько там, пару вешенок. Ну, и штук 40, наверное, синяя ножичка. Я потом точное количество напишу. Ну, уже хорошо, идем дальше. А вот мы уже хорошенькую фламмулинку нашли. Такой еще сросточек плотненький. Красавица какая. Ну, сегодня у нас прямо с артии уже. Проверим, хоть фламмулина или не фламмулина. Она свежак. Вот, еще светлая совсем ножка, но уже бархатистая. Вот они, пластиночки. Белые почти. Ну, класс. Ассорти прям всякие грибы у нас сегодня. Все-таки сказывается на росте грибов. Вот, что, долина реки рядом. Плюс туманы сейчас уже, конечно. Посмотрите, сколько навозников наросло. Тут сотни их. Там еще дальше под листьями, о. Ну, посмотрим, может, еще и грибочки какие-то нужные нам попадутся. А вот, друзья, нашел и узнал тот пенек, на котором первую фламмулину свою нашел в январе, если я не ошибаюсь. Но я потом ссылочку оставлю. Вот тут в верхнем углу справа. И вот она опять тут есть, кстати. Ну, тогда был тут ее букет большой. И снизу была она. Сейчас вот пока первая волна подсохла, к сожалению, и немного. Да, жалко. Ну, это именно тот пенечек. Ну, вон какие-то грибочки. А, навозники, наверное, раскрываются. Ладно. Ага, вот они тоже. Да, навознички мерцающие. Ну, ностальгия. Идем дальше. А вот на этом месте зимой стоял сухой огромный тополь. И вот совсем недавно, видно, его спилили. Совсем свежий спил. А на нем вы только посмотрите, что. Вот они, смотрите. Маленькие вешеночки. Вот эти побольше, но все равно 2 сантиметра. Эти вот совсем тут крошки, приморди. Ну, такие по 2-3 миллиметра. Малюсенькие. Ну, будет тут огромная, конечно, грона. Вот еще. Плохо видно немножко. Ну, тут их тоже десятка 2-3. Вот парочку. Такие сантиметра по 3. Вот тут вот 2. Таких не было. А тут вон из-под коры. Тут их столько лезет. Вот эти побольше. А вот тут вот, видите, совсем малюсенькие икриночки. Смотрите, сколько этих вешенок здесь будет. Ах, это где-то через недельку, может. Но мы сюда не попадем, скорее всего. Редко мы в эту сторону ездим. Класс. Ну, да. Ну, идем еще посмотрим. Ну, вот под тополем Вот такие грибы. Большие. Я сначала издалека подумал, что это вешенка. По цвету, ну, копия похожа. Такой серо-коричневого цвета. Но это навозник какой-то. Такой огромный. Не знаю, что это за вид. Может, подскажет кто-то. Ну, смотрите, какой он большой. Сантиметров 20 в диаметре. Жалко, что не вешенка. Ага. Вот. Большие навозники едят большие слизни. Дракон целый, а не слизень. Ну что, друзья. Вот такой результат сегодня. По грибочкам. Пол ведерка синей ножки. Очень маленькой, хорошенькой. Вот. Ведро вешенки. Полная тут. Как бы разного размера, но полная при полная. И вот так вот. Сегодня еще раз напоминаю 29 октября 2021 года. Посадки в Одесской области. Результат хороший. Неожиданно хороший. Честно говоря, просто гуляли, потому что не получилось поехать в лес. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, чтобы не пропускать наши грибалки. Будет интересно очень. Круглый год. Без перерывов. Ну и комментируйте. Рассказывайте, как у вас дела с грибами обстоят. Всего доброго вам. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин